Ситуация на потребительском рынке, переселение граждан из аварийного жилья, подготовка к полевым работам, эти и другие темы обсудили в режиме видеоконференции с главами администрации муниципальных районов и городских округов республики. Продовольственный ажиотаж, как обычно, появляется в канун Нового года. Но в этот раз он больше напоминает времена советского дефицита. Люди скупают соль, сахар и крупы. И это происходит в то время, когда дефицита нет не только на эти товары, а в принципе. Некая продуктовая истерия началась в основном у тех людей, которые помнят времена, когда ничего не было. Подобный ажиотаж появился из-за волны слухов, связанных с поведением рубля. На рынках и в сетевых магазинах у нас также на прилавках присутствуют вся необходимая продукция. Да, сегодня цены повышаются, но повышение в основном на импортный продукт, связанных с импортным сырьем. Но в нашей республике Аграрно мы сегодня обладаем всем необходимым запасом для того, чтобы и до Нового года, и после Нового года у нас все прилавки были наполнены. Поэтому для населения не нужно поддаваться какой-то панике, не нужно думать о том, чтобы продукты исчезнут у нас с прилавков. Все будет нормально, и республика, и власть держат ситуацию под контролем. Что касается бытовой техники, которую вот уже несколько дней также буквально сметают с прилавков, то Владимир Аврелькин отметил, скупая все подряд, жители сами провоцируют ажиотаж. На уровне правительства принимаются меры, и после Нового года ситуация стабилизируется. Я бы сориентировал вообще население без паники. Мы обязаны информировать население максимально. Я поставил эту задачу. От вопросов потребительского рынка перешли к переселению граждан из аварийного жилья. По результатам первого этапа программы 1552 человека уже получили новые квартиры. К 13 муниципальным образованиям, которые уже завершили, еще 5 муниципальных образований. Это вот и Бресинский, и Маргарский, и Порецкий, и Ядинский район, города Шумерли, где практически уже строительство домов завершено. И идет регистрация жилых помещений. То есть 25 декабря все наши жители должны будут уже переселиться. О подготовке к проведению полевых работ в 2015 году рассказал министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Из-за хорошего рыночного спроса на зерно имеет смысл увеличить посевные площади. Из 560 тысяч гектаров как минимум половина должна быть отдана под зерновые и зернобобовые. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.